У нас заболела буска. Есть подозрение, что она на крыше была, и там когда-то раньше отрава была, может сухую мышку съела в отраве. И вот она лежит, вот она свернулась. А это пришла ее старшая сестра и ухаживает за ней. Я ей налил молоко, сегодня как раз Игорь приехал и молоко есть, и ничего не ест. Просто лежит и все. Только подойдет, воду пьет, молоко не пьет. А эта сейчас ее подошла и вылизывает. Видишь, так глаза зажмут. Я ее святой водой тут покропил. Мы ее полюбили, она очень активная такая, и вдруг оттуда не вылазит. И все-таки она сильная, на веревочке привязана тряпочка, вылазила. И Володя ее, так сказать, выманил. Она ночевала там. Ну не там холодно было, не так холодно-то, не было даже минусовой температуры. Я уж на все кидаю. Вот я не разрешаю на свою койку ложиться никогда, но это разрешаю. То есть отступаюсь. Это вот Никита лежит здесь, а Володя вон там вверху, пласткарта у него. Ну, как говорят, наросвои здесь. Вот я гляжу этих сейчас, сегодня они должны были вечером, берут с крыши. А на крыше там отдельно выделена голубятня. Ну, а дальше-то там зерно и мышей появляется много. Я их кошек-то снимаю оттуда только вечером. А сегодня полдня, два часа, и Володе говорю, принеси кошек обоих. Рыжая ее мать и сестра вот эта старшая, белая называется. Может быть, ее они как-то развеселят. Так и получилось хорошо. Им рыбы дали достаточно, там, ну, голову раз они поели. И вот она ей уши вылизывает, и она замерла. Вот интересно как. Я не думал, что так будет ухаживать за ней. А та лежит как полуживая, вот маленько тронула. И охота, видимо, ей полизать тоже ее. Обычно они взаимно друг за другом ухаживают. А сейчас она ничего. Голову просто поворачивает, так наблюдаешь. И вот обыкновенная кошка, и сколько она показывает. Вот. лапа вычистит сейчас. И мокрая вычищенная лапа обтирается. На лапу соскребает там пыль, что сегодня печку чистили под командой, под руководством Володи. Никита чистил первый раз. Ну, я тоже чистился. Сегодня чистый четверг. Вот. Еще пятница, суббота и Пасха Христова. Это интересно. Во времена Златоуста он не раз говорит. Бани закрытые были. Никто в баню не ходил. Семь недель. Ну, это даже удивительно как, почему во всем себе человек отказывал во всяких удовольствиях. Вот я решил, как это будет выглядеть. На Масленицу сходил к сестре. У нас-то тут воды нету, частная комната. Воды нету. У них помылся, там в ванне, все. И семь недель прошло. Ровно семь недель не ходил. Был дома. И пришел, и как рубашка, как будто я не на ночь надеваю другое, а это днем на мне. И как будто я ее вчера надел. Ни запаха, ничего нет. Вот как желание это приветствует Господь. Семь недель. Ну, конечно, я как-то топлю печку, тут на меня и зола попадает, и пыль, и все. Но не та работа как у ребят. Они больше на улице там. У них больше там пыли может быть. И вот сегодня как раз вот такой день. Семь недель. Первый раз так вот попробовал, о чем говорил Ян Златоуст. Вот об этом он говорил. Ну, а как же там женщины, молодые, это непонятно. Ну, видимо, как-то все это было так, что в баню не ходили. Может быть, свое что-то было, как у русских, русская печь. Вот. И она привыкла на мою койку. Ну, койку доски. Тут все доски-то самодельные. Вот она стоит на чем, на стояках. Я очень люблю затаренное пространство. Малое пространство, а людей много. У меня 12,8 квадратных метра была комната. Бараки жили. Вот, прикиньте, 12,8. Ну, это надо легко представлять. Вот это вот я зашел на кухню сейчас здесь. И вот внизу все это забросано. Тут Никита разбирается. Дальше это ему тоже тут вещи поставить где-то. Ну, и дальше общие там валенки. Тоже три этажа. Вот здесь у меня побольше квадратов. немножко. А там жил на второй строительной 62-16 в Барнауле. Там 12 квадратов и 80-х. И приезжали около вокзала жили 11 человек. Взрослые. 11. И никто на полу не лежал. Вот вся комната была так интересно разбита. На этажи залазить лесенкой. И людям можно было где-то приехать отдохнуть. Вот малое совсем пространство. Ну, 12, так не полных 13 квадратов. И представьте, 11 человек. А бывало иногда приезжают и мужчины, и женщины. Женщина, модель, нижняя, мужчина, верхняя. Им лишь бы переночевать. А утром они уезжают там или... И кроме того, в этой же комнате у меня была тон-студия. Большие магнитофоны тогда были. Последние выпуска. Маяк. Вот он стоит. Маяк 205. Вот он. Он закрытый. Тут его не видно. Маяк 205. Даже, может быть, здесь вот видно будет. Да, вот рядом. Вот он стоит. Мне зовут. Это принтер у меня запасной. Маяк 205. 320 рублей стоил. 320, а у меня оклад был 72 рубля. Представьте, сколько надо было, чтобы сэкономить и купить. И у меня их было 15 штук. Умножь на 15. И там разные головки я распространял. Может быть, ну, не знаю, даже трудно сказать сколько. Тысячи, может быть, экземпляров. А общий комплект у меня был. Это две с половиной тысячи часов звучания. Две с половиной тысячи. Даже сказать трудно. Это библия насчитанная. 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Ильиченко, вот архипелаг ГУЛАГ. Ну, много чего было. И это все здесь, в этой комнате. В этой комнате. Они у меня так, кажется, в два этажа стояли. Им нужно было, если кто в дверь постучит, мгновенно выключить. Они одной кнопкой запускались. И не видно, и не найдешь. И, кроме того, тут большая у меня была машинка Украина-2. И она тоже вот так вот на столе стояла. Ну, и закрывалась крышкой. И даже КГБ были, крутились, крутились. И говорят, ну, откройте все же, не могут открыть. Ну, я там взял маленькую отверточку или еще гвоздик один шевельнул и дальше открыл. У меня везде тайнички были. Они искали. Из пяти тайничков два нашли, а три не могли найти. С щупами ковыряли под подполью и не могли найти. Они нас как-то один раз захватили, а у нас было человек, наверное, 12 дома. И когда комната оказалась уже открытой, я их ночью вывел людей. И покуда вывел, никто не знает. И они постоянно добивались, как машина дежурила безвыходно. Около нас стояло. И как именно так получилось, что так, что как я мог вывести их? Ну-ка, Бузка, ну, маленечко, подними глаза. Что ты совсем зауныла такая? Ну, Бузка, ты так его... А, подними голову-то, Бузка. Бузка, ну-ка, подними глаза, Бузка. Бузка, ну, открой глаза-то хоть маленько. Ну, чего уж так. Второй день ничего не ест. Я рвалою вообще. Я говорю о маленьком пространстве. И здесь же у меня переплетный цех. Я переплетщик-реставратор старинных книг. Около трех тысяч томов переплел вручную. Вообразить даже нельзя. Вот как-то не Степаненко говорила обо мне, я делаю что-то. Как-то, говорит, ничего. Я, говорит, все не знаю. Ну, я просто так говорю. Про это даже не поминаю. Это между... Основной работой у меня время, когда было, предприятие приносили, привозили прямо на автобусе книги. Не книги, а документы. Документы. И я их переплетал. Они, говорит, не видели такого переплета. Как произведения Ленина стоят. Знакомый был с трамвайным и депо. А там хулиганы сиденья резали, они их меняли. И это рвань я брал, вырезал. И, представьте, красное, твердое, дерматин, прочное. Это документы. Между делом сказать, когда я вручную составлял симфонию на неканонические книги, это было что-то невообразимое. Вот этот лист, который печатается везде, машинку заправляют. Кажется, А4 называется. У меня одновременно приходилось писать 475 листов, открытые. Каждое слово, и оно должно до буковки входить было по возрастающей. А, допустим, яблоко, Я, Б, АСССР, Явлинский, допустим, В. Уже дальше идет Л. И вот так вот, и до последней буковки в каждом слове это надо было сделать. Я еду в Новосибирск, сижу в электричке и занимаю полностью одно сидение, напротив меня второе, и через коридорчик еще два. И они, ну, маленько выглядывают краешком-то. Какое слово я сразу нахожу быстро. Вручную сделал один симфонию. Ну, а потом уже, уже потом появился компьютер. И тут Саша Загуляев, он программист, в важной фирме работал. И тогда более, ну, еще более полно упущенные слова, все было найдено. И вышла у меня симфония. Лучшая в мире, так я скажу. Все остальные я все проверял, какие были, древолюционные, они непрофессионально сделаны. И вот если стояла задача, я никогда не считал, что невозможно. Просто приступаю. И ничего в этом великого не вижу. Это Сергей Парализованный тут дает газете отчет. Какой он интересный человек. Не сломился. 14 лет лежит бездвижный. Чудо Божье. Вот. К слову сказать, он написал заявление, удивительное заявление. Сейчас я покажу здесь. Вот разбирать будем. Вот у нас переписка тут такая. Вот он пишет о себе. Да, видимо, я могу найти, чтобы было более крупным. Заявление. Ага, вот это. Мы православная семья Козловых. Православный христианин Сергей Георгиевич Козлов. И православная христианка Татьяна Еленична Козлова. Это его мама. Это мама. Обращаемся к православной общине имени Анфима Ника Медийского, поселке Потеряевка, Мамутовского района Алтайского края. Просим принять нас в члены вашей общины. Пока без вида на жительство на территории деревни Потеряевка. Но не исключают такой возможности, что мы сможем стать полноценными жителями деревни в будущем. Это очень удивительное такое заявление. Обязуемся добросовестно исполнять устав общины и быть полезными в служении людям и Богу. 12 апреля 2017 года. Сейчас пока доходим до того, как это сделать. На сканере, чтобы были подписи с синим чернилами. Это попутно говорю. Как людей это все привлекает. Это только за сегодняшний день. Вот настолько все необычное. Вот маленькая комната. Вот я сходил там, помылся. Ну и одновременно постирал платочки. Все. На 7 недель. Удивительно все. Вот они где лежат у меня. На моей койке-то лежите вы, а? Буско. Буско. Ну подними голову-то. Чего ты так уж загорюнилась-то? Может быть еще и отелимаешься. Вот с чего начал-то показать. И все это интересно. Показать. Ой. Оставил, Володя, меня тут. Я решил картошку сварить. У нас поздно сейчас идет. Вот картошка. Ну и пока там ходило, тут стекло маленько на плитку. Это нельзя делать. Ну немножко. Вот. Закрыть, чтобы доходило. Прижать где-то. А Володя там снег разбрасывает. Снег. А на улице там еще много было в одном месте снегу. Я сейчас покажу из комнаты. Вот. Везде там снег разбросанный. Большие кучи тут разобрал. И вот здесь вот тоже видно. Там все белое. Это снег он разбросал. Никита убежал там на свою работу. Почистили печь. Почистили. Вот как интересно в деревне жить. Почистил печь. Вот они почистили. Вот все там побелили. Вот где тут все делали. Тут много было у них. Вот тут немного. Два ведра сажа. А в деревне было там. Никитин дом приняли. Там жил Павел. У него там кажется 13 что ли ветер. Ветер сажи. С золой вместе выбрали. И вот сейчас они должны ехать. Приготавливать. Радостное известие. Люди узнали что лагерь у нас разрушен. Но с детьми мы все равно будем заниматься. Нам никто не запретит. Сообщили. У нас был в прошлом году. Мальчик Егор. Королев. Вот я сейчас покажу. Понимаете, вот верующие, ну непрерывно радость. Все время радость и радость и радость. Вот я один здесь и неудобно так. Сейчас я покажу. Это вот. У нас нужно посмотреть. То, что у нас здесь есть. Савченко. Елена. Татьяна Демчин. Николай Неслав. Татьяна Арсюшкин. Виктор Савченко. Тут. А как же так нету? Эдуард. Шевченко. Михаил. Кальмай. Юрий Савченко. Вот он. Константин Королев. Вот он пишет. Смотрите, видно или нет. Пишет вам Константин Королев. Из Канады. Надеюсь, что вы помните меня и сына моего Егора. Который был в вашем лагере Стана в прошлом году. И дальше добавят. Можно ли опять послать Егора в Потеряевку этим летом? Представьте, делают пересадку в Париже. Потом в Москве. Потом в Барнауле. Только самолетом столько. И далее пишет. У меня есть еще две дочери. Лисовета 15 лет. И Мария 9 лет. Которых я бы тоже хотел в этом году поставить в ваш лагерь. А почему? Лучшего лагеря нигде не нашел. Нигде. Вот такое, чтобы обиход был. Кроме того. Если нужны рабочие руки в лагере. Моя супруга Мария могла бы присоединиться к детям. И помочь летом по женской счастью. И далее пишет. Дайте знать, пожалуйста. Насколько определены ваши планы по детям в этом году после официального закрытия лагеря Стана. То есть я его закрыл, ликвидировал. Нападал Роспотребнадзор. Я вижу, борьба ничего не даст. И мы с Егором не разочаровали вас с нашими несостыковками в прошлом году. Никаких несостыковок не было. Я сразу же ответил. Не разочаровал. Вы нам дороги. Все ваших деток с женой принимаем. Мы приобрели несколько домов. По Теряевке уже в начале в прошлом году ремонт. И к заезду 10 июня домами закончить. Нам как раз и нужны работники. Примем с радостью. Все. Он пока ничего не ответил. Ну и понятно. Видите как. Это, конечно, для нас радостно. Уже знакомые с человеком. А какие радости? Маленькие радости. Вот я сегодня только послушал. Тут одного правдолюба, как они называют. Арестовали. Забрали. Я внимательно за этим слежу. Я сейчас не могу сказать его, кто он. Фамилия. Но он все время с этими. В угол-то так не зайдешь. Ну на митингах везде. И Путина ругает, и прямо матерками материт. Но это абсолютно не годится. Как так можно? Это же правитель. Его избирали. Импичмент ему надо заявить. И вот в какой стране его примут, когда он побежит, его пока там в тюрьму посадят. Ну пока ты думал о Путине, тебя уже посадили. Вот интересно. Я не знал, что. Но по самому виду, как этот человек, небольшого роста, ну увидите, кого-то, знаете, в Самаре, где там арестовали, дверь ему выпиливают где-то. И вот я внутренним чувством определяю, нехороший человек. Нехороший. А как вы определяете? На молитве? На молитве. Вот я прочитал где-то, а я его не знаю. Я на молитве становлюсь, и у меня внутреннее чувство, что этот человек нехороший. Он смуту сеет. Надо промолиться за царей начальствующих. Мы каждый день молимся за правителей мира, чтобы не было покушения на них, чтобы мудрые законы издавали. Ну что, сделали путь в Майдан. Лучше стали жить в Украине-то? Ну вот так разобраться-то где. Еще там встречают Навальный, Алексей. Я его не видел, настолько несерьезно. У него два высших образования. Дело не в образовании. Дело в том, что вот он сейчас, которых забрали, арестовали, и что дальше-то? Ну какая-то, ну просто смешно. Противодействие власти, вот о них коррупция. Ну ты-то как борешься-то? Ну дорвался до власти, а будешь делать то же самое. Смешно даже говорить. И поэтому мы молимся обо всех, конечно, и Навальных, и об этом человеке, Квачкове. Умири его, Господи, дай ему понять, что он делает не то. Правители ругают, ну разве можно? Надо молиться только. Молиться и благодарить. Меня сажали, тогда был, кто, Горбачев. Меня второй раз в 86-м году арестовали. Ну мы нигде не ругали, нет. Я вернулся, когда я в КГБ, и все встречаются. Наверное, проклинаете нас, я говорю, еще чего. Так я перезванивался, такие хорошие отношения с ФСБ, с прокуратурой, с судом. Везде сохранились отношения. Просто прекрасные. Ну а я бы воевал там. Ну а что воевал-то? В один день уберут. Какой был? Вон возьми, Рохлин. Воевал где? Что-то Новодворская говорила, где она? Немцов говорил, где он? Березовский, где он? С Путиным, кто воевал, никого нигде нету. Я не говорю, что он имеет отношение к этому, но я слежу за этим. Не надо этого делать. Не надо. А теперь вот ты будешь передачки ему носить. Да было бы за что страдать-то. А то за невоздержанный язык. Ну и сказал ты. Еще и зато изменилось. А тебе дай руководить. Да ты ума не дашь ничему. Вот я сейчас кастрюли одной и то ума не дашь не даю. Вот надо проверять, как она тут. Ну вроде бы сварилась. Можно маленько добавить еще. Вот так. Самое простенькое. Вот уже убежала вода. Сидел там. И за этим даже не досмотришь. Вот попутно показать тут лестницу вверху. Вот на той стороне, там тазик стоит. Тазик. Голуби купаются тут у меня. Я счастливый человек. Вот. Вот показать там, где книги стоят там. Вот это такие государственные. У меня книг очень много было. Переплет старинной книги. Толстая. Иногда несу килограмм, наверное, 15 книг весят. Просто огромные старобряческие книги. В мешок не затолкаешь. И переплетаешь их. Уходит в другой раз месяц больше. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok